Дети-герои, войны и их подвиги – это материал, достойный ни одной книги. Великая Отечественная война показала, что наши люди не останавливаются ни перед чем, когда нужно защищать свою Родину. Дети-герои и их подвиги – вот главная тема на сегодняшний день. Любителям истории будет наверняка интересно, а подлинные патриоты испытают восторг и восхищение от того, как столь юные дети могли идти на такие подвиги. Зина Портнова родилась в Ленинграде. После 7 класса летом 1941 года она приехала на каникулы к бабушке – белорусскую деревню Зуя. Там ее и застала Великая Отечественная война. Белоруссию заняли фашисты. В Аболе была создана подпольная комсомольско-молодежная организация «Юные мстители», а Зину избрали членом ее комитета. Девочка, работавшая посудомойкой, столовой, курсов предподготовки немецких офицеров, отравила пищу, приготовленную на обед. В результате диверсии погибло около сотни гитлеровцев. Желая доказать свою непричастность, девочка попробовала отравленный суп и лишь чудом осталась жива. Но однажды, во время исполнения задания, Зину опознали и задержали, как участницу подполья. При попытке бегстве Зине прострелили ноги. Началась череда зверских пыток. Несмотря на ужасные страдания, девочка не предавала своих, и эта стойкость бесила палачей еще больше. На последнем допросе, в тюрьме, гестапо в городе Полоцке, гитлеровцы выкололи ей глаза и отрезали уши. Ранним утром в январе 1944 года искалеченную, но не сломанную Зину расстреляли. Ее бабушка погибла под немецкими бомбами. Подвиг Зины Портновой стал символом стойкости советских детей перед лицом немецко-фашистских захватчиков. Шура Кобер и Витя Хоменко Шура Кобер – поэтичный и мечтательный юноша. Очень любил игру на скрипке и серьезно занимался музыкой. Озорной Витя Хоменко мечтал стать моряком. Мало кто из его ровесников прыгал, как он, с самого верха, в вышке, в яхт-клубе, переплывал реку по несколько раз подряд. Учился он тоже хорошо, но особенно удавался мальчику немецкий язык. Когда их город Николаев, что на юге Украины, заняли оккупанты, Витя устроился в гестаповскую столовую. Он усердно мыл посуду и любезно обслуживал офицеров, а потом доносил до партизан услышанные им ценные сведения. Вместе с Шурой Кобером Витя получил задание перейти линию фронта, чтобы передать в Москву секретные документы. Добирались пешком, тайком в немецких эшелонах, на лодках и вплавь. Возвращались на самолете с радисткой Лидией Бриткиной. Их парашюты опустились в ночь на 9 октября 1942 года, в десятках километров от Николаева. Одновременно были сброшены парашюты с оружием и радиопередатчиком. Витя сразу же направился к своим в штаб, а Шура и Лида поспешно прятали груз и другие улики. Но один из парашютов отнесло далеко в сторону, и наутро его обнаружили гитлеровцы. Началось расследование, а штаб-партизан был внедрен провокатор-предатель. Холодной ноябрьской ночью мальчиков арестовали. После 10 дней безуспешных допросов и пыток они были повешены на базарной площади. Надя Богданова Гитлеровцы ее дважды казнили, а боевые друзья долгие годы считали погибшей. Это краткая история подвига Нади Богдановой. В это трудно поверить, но когда Надя стала разведчицей, в партизанском отряде, дяде Ване, Дячкова, ей не было еще и 10 лет. Маленькая худенькая она, прикидываясь нищенкой, бродила среди фашистов, а затем приносила в отряд ценнейшие сведения. В первый раз ее схватили в 1941 году, когда вместе с Ваней Звонцовым она вывесила красный флаг, оккупированным врагом в Витебеске. Когда Богданову схватили, ее били шампалами, пытали, а когда привели к Орву расстреливать, сил у нее уже не оставалось, она, опередив на мгновение пулю, упала в ров. Ваня погиб, а Надю партизаны нашли в Орву живой. Второй раз ее схватили в конце 1943 года и снова пытки. Обливали на морозе ледяной водой, выжигали на спине пятиконечную звезду, но она не раскрыла врагам никаких сведений. Считая разведчицу мертвой, фашисты, когда партизаны атаковали Карасева, бросили ее в снегу, умирающую девочку подобрали и выходили местные жители. Но воевать ей было уже нельзя, она практически потеряла способность видеть. По окончании войны Надя несколько лет пролежала в Одесском госпитале, где академик Филатов возвращал ей зрение. Марат Козей Он был в 13-летнем возрасте, когда умерла его мать. Они с сестрой пошли на партизанский отряд. Маму Анну Козей немцы повесили в Минске за то, что она прятала у себя раненых партизан и лечила их. Сестру Марата Ариадну пришлось эвакуировать. Девочка отморозила обе ноги, когда партизанский отряд выходил из окружения. Ноги ампутировали. Однако мальчик отказался от эвакуации и остался в строю, чтобы мстить за убитую мать, за искалеченную сестру, за поруганную родину. В мае 1944 года уже вовсю готовилась операция «Багратион», которая принесла Белоруссии свободу от гитлеровского ига. Но Марату не суждено было этого увидеть. 11 мая у деревни Харамицкие разведгруппу партизан обнаружили фашисты. Напарник Марата погиб сразу, а сам он вступил в бой. Немцы взяли его в кольцо, рассчитывая захватить юного партизана живым. Когда закончились патроны, мальчик подорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен и не навлечь беду на жителей деревни. Теперь вы знаете о наиболее ярких подвигах детей героев Великой Отечественной войны. Если вам понравилась эта тема, поделитесь ею в социальных сетях и подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.